итак всем привет сегодня у нас бодрое комментирование унылого боя вы видите сегодня моих ведущих видео и стелса жене он жене камон и тем временем наша новая рубрика комментарии за секс продолжается смотрим на тигр 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 мы еще пока не знаем как зон будет отдавать нам секс потому что секс с ним нас не очень сильно прельщает ну а пока смотрим на его фашистский танк нас слушают дети давай использовать более ровное слово вместо секса процесс размножения или совокупление и так все продолжу здесь вы увидите как надо играть на тигре и как не надо играть на т-29 будучи внизу списка как я уже говорил в прошлой попытке записи ролика у меня были серьезные проблемы со здоровьем у меня была температура у меня было все что может может только быть поэтому можно считать что моего танка в этом бою не было но мы все равно витя ты можешь как можно меньше говорить букву п чем я заведу ты скажешь итак видите что я еду в центр на тигре тут французская пт-шка забурилась а я себе и не может иди форш хорошо а я себе ищу такую уютную норку и можно спрятаться всех в том числе торты хотелось бы заметить что серёжа в реальной жизни редко ищет уютные норки все все и жду пока что-нибудь здесь появится в простреле в этом если вдруг вы не знали теперь знаете и вот она же не ты удивлен был мне даже нечего добавить у нас такое бодрое танковое стоялого что я даже не знаю куда воткнуть свой комментарий что сейчас происходит граждане таки война где будет сейчас логи нагибает сейчас покажут как на т29 должен нагибать настоящему как и надо играть и 34 не мешать смотри я рвусь к победе я можно сказать тащу с собой фланг то чего я обычно делал ну да видел видел логидев момент какой наш т34 там красиво сейчас встанет на раздачу подаем их 50 100 я сразу объясняю потому что меня уже успели запозорить за мой маневр но я хотел правда я хотел воткнуть 50 100 надо было тащить фланг их тут двое нас тут много надо ехать вперед надо не пробивать землю землю я попал на самом деле но не пробил куда поехал пирать тигра я люблю пирать тигров на самом деле немецкий танк для меня всегда мишени номер один а когда они вот в таком виде 4 да 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 пробей сначала я не знаю куда можно в жопу не пробить в зад не продать и я помню сейчас будет эпик фейл ты не то что тигра не пробил ты сейчас француза не пробьешь вообще просто касса на как он уже давно его не пробил я сейчас смотри и пирожек фраг фраг я вылезу вылезу огребать секунд для того чтобы получиться для того чтобы получить фраг его нужно оттуда убрать он стоит на барабане нужно его скорее убрать я сыграю все что можно и снайперском прицеле рикошек вот как можно от 29 просрать все хп вместо того чтобы играть где-нибудь от башни за укрытиями за холмами дальше я по моему видео идет с большой с большей скоростью чем у вас ребят тебя уже вот я так кончу раньше чем вы но здесь случилось то что я очень сильно расстроился просто выехал петербург ждите ребят я не видел эту часть боя я участвовал только в предыдущем после этого я вышел и пошел смотреть разнообразные сайты с разнообразными интересными вещами опа опа смотри тебе попу делают я сейчас пока он сам китайцы запретил в сфере у нас это приехало фаршотики и ежедневно сетчат был данный это моя голубая мечта убить вот этот вот танчик с артис какой нибудь он такой мягкий такой большой какой тигр то да не вон тут у него вы точно ровно согласой смотри сейчас он будет я не так мало хп и тут камни вечер и вот это было феерично брать просто он сейчас он выйдет просто меня раздамажив у него барабана А, у вас только-только чири началась, а я уже не рекомментировал. Короче, ты видел там Эдик Фейл с этим чири? Фашистские танки тормозят вас. Фашистские танки тащат, бля. Смотри, я тут просто эпик. Женя сегодня нас ждал. Что ты делал сегодня? Я? Ребята. Я на вафельке нагибал. Не отвлекаемся от нагиба. А, да, вернемся к нашему нагибу. Сережа, какой ты молодец. Я даже не знаю. Это такой скучный нагиб. Я даже не знаю, сколько секса ты нам теперь будешь должен. Сколько там еще недобитков к тебе приедет? Ты можешь сразу рассказать? Ко мне больше никто не приедет, так что смотрим. Вокруг все будут воевать, а ты за счет занятия хорошей позиции будешь отсюда всем сам накидывать, да? Ну так это же Тигр. Обратите внимание, тот фланг, на котором Т-29 умер, но зарашил за собой всю половину фланга. Этот фланг сейчас живой, и этот фланг сейчас реально будет тащить бой. Да, я помню, как он тащил бой. Смотри, какое преимущество нашей команды сейчас. Просто кажется, ну все же, бой сделан. Можно идти с спокойной душой вангард. Действительно, потому что это преимущество, созданное именно преимуществом на том фланге, который героической со своей смертью Т-29 взял. Героической и глупой смертью, да. Короче, смотри, как оно сейчас будет просорено просто талантливейшим образом. Е7-5. 62%. Давайте лучше найдем кино, где мы втроем всех убили много раз на пиздюках на маленьких. Да, еще этого анонса не было, но у нас есть прекрасный божественный ролик, как мы играли в недавно анонсированные танкогонки, может быть, уже законченные к моменту, когда этот ролик будет сделан. Да, мы уже полгода как закончили. Да, можно считать, что это такой анонс, потому что я надеюсь, нам удастся все-таки Сережу уговорить сделать этот ролик. Ну тогда вы комментируете этот ролик нормально. Так хохотались в прошлый раз. Пацаны, вы видите, что происходит? Да, тебе никто не светит, Е7-5 тебе не дают накидывать. Не дает накидывать. А там, смотри, как суперпершин какой классный стоит у нас там на балконе нашей базы. На Фердинанде. И там, да, 44-ка на Фердинанде хорошо играет. А я вот видел класс танкования жопой только что. Сейчас вы его тоже увидите. Кое-кому повезло. Вот сейчас на нашем временном промежутке Сережа елозит взад-вперед и, наверное, находится в состоянии написать в чат «Следите мне скорее». Ну и стрел ходит в ангар шотный. И это, кстати, было крайне важно. Ну да, 75-ка-то не была недобитка. 75-ка была 60%. И вот тут, кстати, спасибо борщику. Если бы не борщик, это бы завершилось совсем по-другому. Потому что першинг не собирался даже съезжать с его балкон и светить им в пятку. Зачем? Это у нас какой першинг? Супер першинг? Да, вон там слева, видишь? Да, после бесплатной раздачи супер першингов уровень игроков на них опустился совершенно до плинтуса. До этого его покупали, только не знаю, какие люди. После того, как его раздавали на халёва, уже получилось вообще не помешно. А у тебя в танке пленные фашисты или настоящие кричат? Настоящие. Я считаю, в этом вообще очень круто, когда борщ идёт светить першингу и тигру. Но он бы в любом случае быстрее бы там оказался, чем я. Ну, не знаю. Он бы мог оказаться у тебя вообще на этой площадке, а ты там где-то внизу. Кстати, обратите внимание, что Е7-5 уже далеко не 60%. Серёжа по нему начал стрелять в тот момент, когда он уже тоже был шотиком. Когда вы там развлекались, я выращиваю спешку в пару раз стрельнув. Подбирашка. Подбирашка. И вот смотри, тут, кстати, 44-ка была фуловая, когда она приехала на базу. Чё он там, Арту убила, по-моему, и вот просто слилась на шотном феде. А давайте посмотрим, да, сейчас действительно будет ли Серёжа рисковать и ждать, пока подъедет борщ, или устроит поочерёдное подъезжание к тигру. А, там ещё 4400 воюет. Просто знаешь, как ты сейчас сказал, по-логичному, это было тебе подождать борщик, и потом вдвоём на него напасть. То есть не всегда бывает так, что получается то, что задумывается, но с точки зрения Феди могло получиться, что вы все просто будете подъезжать по одному, а он вас отстреливает. Ты не поверишь, но именно об этом я сейчас и думал, когда вот ехал к нему. Потому что сейчас вот он грохнет 44-ку, и потом к нему успею я. А у меня нет таких фиолетовых цветочков здесь. Извините, ребята. Красивые, правда? Я кончил. Всем спасибо. Ты подтирайся и иди давай. Вот ты, акселерация. Всё-таки нас дети смотрят. Два просмотра на Ютубе. Оба дети. Оба дети, да, большие. Не пробеждаю вообще. А, гольдой не пробиваешь, да? А чё там гольдой, не так уж много пробитий. И вот оно. Последний фражек. Результаты боя сейчас будут на вашем экране. Итак, мои дорогие коллеги, что же мы сделаем, какой вывод от этого боя? Ваше предложение. Вывод простой. Бой был скучным. Бой был скучный, ты под пиражка. У меня был экшон, но после этого было скучно тебя ждать. А я получил мастера. И на этом сенсации мы прощаемся с вами. Спасибо, всем пока. И болейте.